Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с интересными людьми, актрисами, их автобиографией Ава Лавиния Гартнер. Американская актриса и певица, одна из ярчайших звезд Голливуда 1940-1950-х годов, номинировалась на премию «Оскар», занимая 25-е место в списке величайших кинозвезд в истории Голливуда. Обладательницу лица ангела и тела богини, в кавычках, часто называли одной из самых красивых актрис 20-го века. Я цитирую переводную Википедию. Ава Гартнер родилась 24 декабря 1922 года в Северной Калифорнии. Была младшей из семи детей в семье фермеров, выращивающих табак. После школы будущая актриса поступила в Атлантический христианский колледж, где около года обучалась на секретаря. Карьера Гартнер началась, когда она летом 1940 года навещала свою старшую сестру Беатрис в Нью-Йорке. Муж ее сестры Ларри Тарк увидел Аву, захотел сделать фото, которое он выставил в витрине своей фотостудии. Бернад Духан, сотрудник юридического отдела театра Лоу, заметил фото Авы и захотел взять ее номер телефона. Он использовал тот факт, что МГМ была дочерней компанией театра Лоу. Подписав контракт со студией МГМ, Гартнер начала с 1941 года появляться в основном в эпизодических ролях. И первый ощутимый успех пришел к ней с фильмом «Убийцы» 1946 года, классическое кино в послевоенном жанре нуара. В 1950-е годы Авы Гартнер начали раскручивать под девизом «самое сексуальное животное на земле» закрывается. Пиком карьеры Авы стала главная роль в фильмах «Снега Килиманджаро» с Грегори Пэком 1952 года, «Могамба» с Кларом Гейблом 1953 года, за которую актриса была номинирована на премию «Оскар», а также получила номинации для других фильмов, такие как премия «Бафта» и «Золотой глобус». К началу 1960-х годов ее карьера пошла на спад, последняя крупная роль была в фильме «Ночь и Гуа». Несмотря на очевидный талант, Гартнер никогда не была высокого мнения о своих актерских способностях. Майкл Николс и продюсеры фильма «Выпускник» хотели, чтобы Ава Гартнер сыграла роль мисс Роббинса, но она отказалась. Когда режиссер сказал, что она отличная актриса, Гартнер ответила, «Вы очень добры, у меня нет таланта». Они все старались, но все в пустую. Помимо кино, она была излюбленным фигурантом колонок светских ролик, была замужем три раза. За Микки Руни, кинозвездой, за королем свинга Артишоу, за певцом Фрэнком Сенатором. Кроме того, стала широко известна ее скандальная связь с миллионером Гордом Хьюзом, который, по словам самой актрисы, принуждал ее к браку и установил за ней слежку. В 1655 году Ава переехала в Испанию и прожила до 1968 года, после чего переехала в Англию. Последние годы жизни Ава Гартнер провела в Лондоне. Актриса перенесла два инсульта, которые оставили ее частично парализованной и прикованной к постели. Медицинские счета Гартнер оплачивал ее бывший муж Фрэнк Сенатор. Ава Гартнер скончалась в возрасте 65 лет, 25 января 1990 года. Ее последними словами были «Я так устала». Грэгери Пек, близкий друг и партнер Гартнер, забрал собаку Гартнер и ее домоработницу с собой в Лос-Анджелес. Ава Гартнер была похоронена 29 января в мемориальном парке Сансет рядом со своими родителями. В городе Смитфилде сейчас есть музей Ава Гартнер, который основан в 1996 году. Вот так вкратце о американской актрисе, певице Ава Лавиния Гартнер. Пока-пока, до свидания, смотрим флот. Продолжение следует...